Пророчество пребывает непосредственно от Бога, и поэтому является более конкретным. Это то, с чем мы больше всего сталкиваемся в служении, которое на сегодняшний день выглядит пророчествующим. Если кто-то приходит и начинает пророчествовать над вами, я не знаю, насколько часто вы это переживали. Как часто это было конкретно в вашу жизнь, или как часто это было так, в общих чертах? И то, что я слышу на сегодняшний день больше всего, это так, в общих чертах. Это может быть приятным для слышания, но ничего конкретного, за что ты мог бы ухватиться. Это очень поверхностно и очень размыто, обобщенно. Например, Бог любит вас, ну, у Него, в принципе, есть какие-то планы на вас. Бог держит тебя в своих руках, Он тебя утешит, ободрит. И это все на поверхности, это все поверхностно. Однажды один человек сказал мне. Он говорит, наверное, есть две вещи, которые ты никогда не пророчествовал над людьми. По поводу брака и по поводу детей, которые ты не должен пророчествовать над людьми. Я не думаю, что это правда. Не уверен, правда ли это. Я дам вам пример. Это касается моего личного служения, которое было. Была женщина в нашей церкви в Бельгии. Была женщина в нашей церкви в Бельгии. И у нее было двое детей. Мальчик и девочка. Но она очень желала иметь третьего ребенка. И она просила, чтобы за нее молились. И у нее было много разочарования. Потому что она не способна больше иметь ребенка. Одно воскресенье, она вышла вперед для молитвы. И я молился за нее. И помните, я говорил вам, что если вы под помазанием Духа Святого, и на вас сходит именно откровение от Бога, вы не можете удержать это просто внутри. И это то, что я испытывал в тот момент. И перед тем, как я понял, что я вообще сделал, я пророчествовал над ней. И я ей сказал, у тебя будет третий ребенок, и это будет мальчик. И потом я сказал, зачем я вообще это сказал? Это было очень конкретно. Правда? Ты идешь по воде. Ты ставишь на кон свою репутацию. Где-то через год она все еще не имела этого ребенка. И она пришла ко мне разочарована, расстроена. И она начала спрашивать, что не так? Что не работает? Почему со мной это не произошло? Если вы хотите служить в пророческом служении, вы должны быть смиренны. Когда она пришла и плакала, и она была на самом деле в глубокой депрессии, разочаровании, и я сказал ей, мне так жаль. Может быть, я допускаю, что я не точно понял Бога. Может быть, из-за того, что я знаю тебя, знаю твоего мужа, знаю ваших детей, я так люблю вас. Может быть, это я высвободил просто свои чувствования и свою любовь к тебе. И я сказал, можешь ли ты простить меня? И она говорит, я без проблем прощаю тебя. Но я говорю, давай все-таки еще раз помолимся. И мы помолились вместе. Мы плакали друг с другом, обняли друг друга. И мы сказали, Господь, все, что ты хочешь. Через 9 месяцев она родила двойнят мальчиков. Два урока. Будь смиренным. И распознавай времена Божьи. У нас у обоих была проблема с Божьим временем. Бог пообещал, и Бог исполнил. Но это было в Его время. Это та вещь, которую вы также должны хранить в своем разуме. Я верю, что Бог может быть очень конкретным. Но это должно быть рождено в вас от Духа Божьего. В тот конкретный момент, когда я первый раз молился за Нее, я даже не особо успел подумать и размыслить. Это было непосредственно движение Духа Святого, которое бурлило во мне. Бог хочет работать с нами в своем особом конкретном пути, ключе. Я хотел с вами еще кое-чем поделиться, но почему-то это улетучилось с моего разума. Но я знаю, что это крайне важно понимать, что пророчество, которое исходит непосредственно от Господа, оно, скорее всего, будет крайне конкретным. Сказав это, мы должны... Сказав это, мы должны... Если мы разберемся и поймем эти четыре принципа, это поможет нам ставить вещи в правильной перспективе. Каждый дар он дан с целью. И даже если мы имеем работающий пророческий дар, это не означает, что мы не имеем учительского дара. Мы не можем двигаться только по одним откровениям. Нужно твердое слово. Все дары нам нужны. Есть замещение... Нет замещения... Есть нужда в хорошем обучении, в учении. Но тот, кто учится в служении... От... Через Писание... Каждый из нас нуждается в этом желании внутри нас. Чтоб Бог нам позволил функционировать в этом простом даре пророчества. И мы поговорим о том, в чем разница между пророком и простым даром пророчества. Простой дар пророчествования, он для всех. Каждый абсолютно способен принять Слово от Господа, вдохновленное Духом Святым. Но если вы хотите участвовать в служении пророка... Вы должны быть гораздо более точны в своих пророчествах. И ваше пророческое служение будет не просто на личностном уровне. Это то, как функционирует простой дар пророчества на персональном уровне, на личном. Это, например, между вами, если вы пророчествуете, и просто одним человеком. Иногда это может быть послание для церкви. Но на этом это лимитировано. Но пророческое служение, оно будет гораздо более, чем это. Это будет касаться всей церкви. Это может касаться всех лидеров в общине в церкви. Дать направление, видение. Это может касаться общества. Достижения многих людей. Это хождение по улицам. И вы можете встретить кого-то. И вы можете сказать ему. И можете высвободить в его жизнь пророческое слово. Это может достигать парламента. Это может касаться всей страны. И даже более. Но ключевой момент. Это будет конкретно. И точно. Это те две вещи, которые должны быть в том, что называется пророческое служение. Пророческое служение. Девушки отдыхают. Я допускаю, что это возможно. Но что лично ты сделаешь с этим? Если вы получаете слово для президента или кого-то из лидеров вашей страны, то Бог должен дать вам какой-то путь, по которому вы донесете это слово до президента. По-другому это нет смысла. Бог бы просто не дал бы это слово вам. Потому что у вас нет никакого пути сообщения, чтобы передать это послание, кому оно предназначалось. Это если кто-то имеет развлечение. Если кого-то признают пророком и что он говорит от имени Бога, то у такого человека, может быть, и есть возможность войти в присутствие президента и донести ему это слово. Мы видим это в истории Соединенных Штатов. Были очень известные люди, которые двигались в пророческом служении, а также великие проповедники, у которых была возможность делиться словом непосредственно с президентом страны. Но у них была эта возможность, потому что они были уже узнаваемы, и они были проверены в своих служениях и известны. Бог не тот, кто будет вводить вас в конфузию. Когда Бог говорит вам, Он хочет, чтобы вы это понимали. Ясность, которая вы это получаете, очень важна в даре пророчества, чтобы люди могли понять послание, которое вы передаете. Дух Святой не вдохновит сегодня что-то, что не было уже вдохновлено в Писании, что противоречило бы Писанию. Что мы сейчас попытаемся сделать? Сейчас мы с вами попытаемся прояснить взаимоотношения между пророчеством, пророками, предсказанием, откровением и проповедованием. Если у нас будет хорошее понимание этого, тогда нам яснее откроется, каким же должен быть дар пророчества. Сейчас я дам развлечения. Определение. Говоря от имени Бога сверхъестественным вдохновлением Духа Святого для укрепления, поддержки, утешения Церкви. Это может время от времени содержать элементы откровения или даже предсказания. Но должно быть иметь отличие от служения учения, где послание приходит через Священное Писание. Говоря от имени Бога под сверхъестественным вдохновлением Духа Святого для укрепления, ободрения, утешения Церкви. Это может иметь время от времени элементы откровения или даже предсказания, но должно быть различие от служения учения, чьи послания приходят от Бога через Писание. Это определение Дара Пророчества. Это описание Дара Пророчества указывает на некую важность, на которую мы обратим внимание более подробно. Характеристики классификации пророчеств. А быть пророком в классическом смысле это послание должно быть от Бога, принесено Духом, и, имея эти элементы, это послание должно быть от Бога. Оно было вдохновлено Духом, и оно показывает бремя, которое Бог возлагает на нас. Время, бремя. Это обычно, но не всегда направляет Божьих людей. Что мы делаем с посланием? Это наша ответственность. Вопрос ответственности и подотчетности. Вы получили послание от Бога. У вас это бурлящее чувство внутри. Вы не можете это удерживать. В чем ваша ответственность? Ваша ответственность высвободить это послание. И тому, кому оно предназначалось, и на этом заканчивается ваша ответственность. Поняли это? Вы не ответственны воплотить это в жизнь. Нет у вас ответственности идти к людям и прослеживать, поступили они то, как вы высвободили Слово или нет. Ваша ответственность Ваша ответственность передать это послание. Подотчетность. Это относится к тому, кто принимает Слово. Вы приняли Слово от Бога. Вы подотчетны Богу за это Слово, которое вы приняли. Как это работает? В течение многих лет разные люди пророчествовали надо мной. Очень разные вещи. Некоторые из них произошли, некоторые не произошли. Но когда кто-либо давал мне Слово, высвобождал, я принимал это серьезно. Кто бы это ни говорил мне. Надо мной даже пророчествовал 12-летний ребенок. И то, что он сказал, было истиной. Он сказал мне некоторые вещи, и он не мог их знать вообще. И дальше он сказал послание. И так вы знаете, что это пришло от Бога. И я принял это. И я принял также и ответственность, и подотчетность за это Слово, которое я принял. Будьте внимательны. Не пропустите, что Бог хочет сказать вам. Если вы сомневаетесь в источнике. То есть, будьте осторожны, получая Слово, если вы не особо доверяете источнику. Дар не смотрит на возраст. Это дар, и это то, что приходит от Бога. И Бог может использовать 12-летнего, 8-летнего ребенка. Если вы приняли это, вы должны исследовать, что вы должны делать с этим Словом. Положите вы это на полочку? Или вы будете действовать? Итак, очень часто, когда вы принимаете Слово, это будет подтверждение того, что вы уже и так знаете. Бог мог уже до этого вам говорить о чем-то. И в своем разуме вы можете находиться в таком состоянии, «О, это от Бога или не от Бога? Что же мне делать с этими мыслями, с этими идеями, которые приходят ко мне?» И чтобы помочь вам, чтобы ободрить вас, Бог может послать кого-то. И этот человек проговорит вам те же вещи. Когда человек помолится за вас, и человек может высвободить вам послание от Бога. И в основном это подтверждение того, что и так уже есть в вашем сердце. Но из-за того, что тот второй человек, который высвобождает это Слово, никак бы не мог знать этого, но эту вещь знаете вы, и о чем вы начинаете думать? Он не мог этого знать, значит, Бог ему это сказал. Вторая возможность. Когда над вами пророчествуют что-то такое, чего вы никогда в своей жизни не слышали, что-то совершенно новое, что бы вы с этим сделали? Вы бы удивились, но что бы вы дальше делали? Что еще бы делали? Wait for confirmation. Confirmation. Даже... After a prayer, to try to receive your own revelation from God. Все эти вещи хороши. Но вам первое надо принять решение. Иногда вы знаете, что это не от Бога, и вы просто имеете четкую уверенность в сердце, что это не от Бога. И были пророчества надо мной, которые конкретно я знал, что они не от Бога. И я выкинул их через плечо, просто забыл их. Не зацикливайтесь, не оставляйте свое внимание на таких вещах. Но другие вещи... Это как будто вы путешествуете. Мы все путешествуем по дороге, которую Бог имеет для нас. Если вы идете по лесу, и, может быть, это у вас займет день или два, вы кое-что берете с собой, и, скорее всего, вы это ложите в рюкзак, который у вас за плечами. И когда вы идете по своему пути, вам надо пить, вы берете с собой питье, вы нуждаетесь в еде, вы берете немного еды. И таким же образом Бог дает нам некоторые вещи, которые Он знает, понадобятся нам на нашем пути. И вы несете их с собой, берете их с собой. И когда они вам понадобятся, вы можете достать их и использовать. Мы должны с вами это понять. Когда вы принимаете Слово от Бога, вы ответственны за это. И ответственность, она как бы переходит с того, кто высвобождает Слово, на того, кто принимает Слово. И очень важно, что дальше вы с этим будете делать. Если вы просто положите это на полочку, даже в своем мозгу, и скажете, ну да, получил. Это не совсем хорошая вещь, которую стоит делать. Вы должны размышлять, хранить это в разуме. Много, много, много лет назад, больше, чем я могу запомнить лет, человек, которого звали Питер Босс. Он голландец. И я был на служении, где он был. В то время я был гораздо-гораздо моложе. И я не планировал никаких путешествий, даже никогда не задумался об этом. Но этот Питер Босс подошел ко мне, и он сказал мне вот что. Всякий раз, когда я смотрю на тебя, я вижу рельсы для поезда, путешествия в восточную часть, в восточном направлении. Ты будешь путешествовать на восток, и Бог будет давать тебе служение там, и Он будет использовать тебя там. Мило? Да, мило. Хорошо, что происходит? Через два года после этого, в 1981 году я с кое-кем встретился, и человек планировал поездку в Польшу. Хочешь со мной поехать? Я не размышлял тогда о том слове, которое я принял. Я сказал, хорошо, поехали. И я был с этим человеком в этом путешествии. И мы встречались с некоторыми христианами, и мы были в церквях. И в церквях первая вещь, которая происходила, когда я заходил в церковь, и мне кажется, что в первую поездку это раз в пять произошло. Пастор в церкви выходил ко мне, и он бы сказал, я хотел бы, чтобы ты проповедовал в моей церкви сегодня. Я думал, но ты же даже не знаешь, кто я есть. Но каждый из них говорил то же самое. Пять пастырей. Когда ты заходишь в церковь, Господь говорил мне посмотреть на тебя. Я видел, что ты заходишь в дверь. И Бог сказал мне, ты должен попросить этого человека проповедовать у тебя. Я был абсолютно шокирован и удивлен крайне. Я не понимал, что происходит. Но это было начало моих путешествий в Польшу, Венгрию, Восточную Германию, Румынию, Болгарию, Сербию, Албанию. Все эти страны. Россия и Белоруссия. И дальше я поехал и в Россию глубже. Бог просто начал открывать двери. И я думаю, что то, что я хочу сейчас сказать, произошло через два года после моей первой поездки на Восток. Я снова встретил Питера Босса. И он подошел ко мне. И он спросил, началось уже? И я посмотрел на него и сказал, что началось? Я честно вам говорю, я забыл о его пророчестве. И он напомнил мне, говорит, помнишь то слово, которое я высвободил тебе, когда мы были вместе на служении? Внезапно свет включили. Я сказал, да. И он повторил, ну так оно началось уже? И я сказал, да, уже началось. И я сказал, ну говори. И мы вместе провели несколько часов. И я начал ему рассказывать, делиться, что Бог делал. У Бога чудесные пути для Его исполнения работы. И я до сих пор полностью не понимаю. Но с того времени в основном, куда я путешествую, это, в принципе, восточное направление. Также еще хочу что-то сказать вам, чтобы ободрить вас. В начале этого года мы были в Израиле. Мы в Тиберии были в квартире. Мы имели возможность остановиться там у друзей. И мы арендовали машину и ездили по всей Галилею на арендованной машине. И однажды мы ехали, чтобы попасть в Киннерет, и один азиатский человек стоял на дороге. И внезапно Бог остановил меня и сказал, ты должен подобрать этого человека. Я остановился и спросил, хотите мы вас подвезем? И он сказал, да, только мне надо на другую сторону озера. И он хотел попасть в то место, где, по преданию, Иешуа выгнал из злого духа, из человека, и поместил его в стадо свиней, и они спрыгнули из утеса. И я сказал, хорошо. Мы там тоже никогда не были. И мы ехали в то место, и пока ехали, мы общались и спрашивали его, кто он, чем он занимается, что он делает. Он приехал с Южной Кореи, и он работал там в большой компании. Но, в принципе, почти все начальники этой большой компании были верующими. И они даже открыли отдел как департамент в их компании, который отвечал за печать Библии и перевозку, доставку их в Китай и Северную Корею. И они приняли решение в компании делать эту работу, получили откровение. И он рассказывал, где он был, и он был в Китае, даже в подземной библейской школе. И он рассказывал о ситуациях, которые были с ним в Северной Корее. И мы доехали до того места, где хотели быть. И я спросил его, а почему ты хочешь здесь быть? И он сказал, кое-кто посоветовал мне приехать на это место и именно здесь помолиться о высвобождении финансов для этого всего. И я сказал ему, хорошо, давай вместе молиться. И там был небольшой сад, и мы молились под деревьями, сидя. Нет, мы не сидели, мы стояли. И мы молились, и может быть, уже час прошел. И я почувствовал внутри, как Бог говорит мне, просто помолись за Него. И я подошел ко Нему, возложил свою руку на Его плечо и начал молиться. И Он просто улетел назад, упал под силой Духа Святого. где-то через 5-10 минут Он, так сказать, пришел в себя и говорит, что это вообще было? И я сказал ему, ну, скорее всего, это был Дух Святой. Он говорит, да, да я знаю, что это Дух Святой, только со мной никогда такого не случалось. И потом Он посмотрел на меня и начал меня спрашивать, а чем ты вообще занимаешься, кто ты вообще такой? И в тот момент мы до этого момента говорили только о Нем. И я Ему начал рассказывать, кто я такой, в каком я служении, как я путешествую, что я занимаюсь, чем. И потом Он говорит, я привезу тебя в Китай и в Северную Корею. И я внутри себя так подумал, ого, это еще не произошло. Мы общаемся, пишем письма друг другу, эмейлы, но увидим. Но интересная вещь вот в чем. Через два месяца после этого миссионер вернулся из Камбоджии. Я сделаю историю покороче. Он сейчас ответственен за всех миссионеров с Финляндии и в Азии. и он также несет ответственность за две библейские школы, одна в Таиланде и одна в Малайзии. Эти библейские школы обучают их местных пастырей для церквей. И он вернулся и сказал, мне надо встретиться с тобой, поговорить. Мы служили вместе в одной церкви, и я знаю его хорошо. И он тоже пастырь. Я говорю, хорошо. Мы встретились. И он говорит, я хотел бы, чтобы ты приехал туда, в Азию, и учил в этих двух библейских школах. О еврейских корнях и о мессианском иудаизме. И у меня то же самое произошло в голове, типа, ого! И с этого момента я начал стучать в небеса и говорить, Господь, вообще, что происходит? Но не закончилось на этом. После три недели до сегодняшнего дня мы встретились с человеком, которого мы знали. И ее зовут Венла Варис. Она финка. Она вовлечена в служение, которое помогает строить недорогие дома для нищих, для бедных. Ей 75. И она путешествует по всему миру, говоря с чиновниками, с парламентами, с людьми, которые в лидерстве стран о этих проектах. Она встречалась с президентом Камбоджи и Таиланда, с чиновниками Китая. И она пришла ко мне. И она говорит, я нашла сообщество в Китае, еврейское сообщество в Китае и в Бразилии. Они нуждаются в том, чтобы кто-то приехал и учил. Поедешь? И я сказал ей, и если это Божья воля, это хорошо. Но я не буду открывать двери. Но я не буду захлопывать двери. Я не хочу идти своим путем. Она повернулась ко мне и сказала, и я приоткрою дверь для тебя, приподдержу дверь для тебя. И на сегодняшний день я не знаю до конца, что происходит. Но я верю, что это связано с тем конкретным пророчеством много лет назад. ты пойдешь на восток. Восток. У нас перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok